Помидоры на итальянском кухонном столе можно встретить каждый день. Из них готовят не только соусы для пасты и пиццы, но и добавляют в салат, фаршируют, вялят и готовят брускетты. Брускетта – это поджаренные на сковороде или гриле ломтики хлеба с добавлением мелко нарезанных помидоров, базилика и оливкового масла. А некоторые сначала натирают поджаренный хлеб чесноком, а потом уже сверху добавляют помидоры, базилик и оливковое масло. Такой простой, но очень любимый итальянцами вид закуски. И вы обязательно попробуйте приготовить так. Рецепт приготовления брускетты очень прост. Нужно нарезать хлеб ломтиками и поджарить на гриле, сковороде или в духовке до золотистой корочки. Послушайте, как хрустит хлеб. После приготовления натираем каждый ломтик чесноком и сверху выкладываем нарезанные помидоры на кубики с базиликом и оливковым маслом. Соль добавляйте по вкусу. Итальянская брускетта готова! Вкусно, быстро и красиво! Итальянская брускетта готова! Брускетту лучше есть сразу, приготовил и съел. Свежие помидоры в Италии продают круглый год, а также их консервируют и даже вялят. В магазинах часто можно встретить вяленые помидоры. И существует вариант, при котором вяленые помидоры заливают растительным маслом с добавлением чеснока и ароматных специй. Если добавить вяленые помидоры к томатному соусу, получается очень вкусно. Я обязательно сниму рецепт приготовления пасты с вялеными помидорами. И когда вы будете в Италии, купите такую баночку и увезите с собой вкус Италии на родину. С такими помидорами можно делать всевозможные бутерброды, есть самостоятельно как закуску и добавлять в соусы для пасты. Мы очень любим помидоры, и поэтому у нас дома большие запасы консервированных томатных соусов. Всегда в наличии помидоры в собственном соку и свежие. Сейчас в Италии пошла мода добавлять в соусы желтые помидоры. И их еще не всегда можно найти в магазинах. Сегодня я покажу вам, как я готовлю самый легкий и самый вкусный соус из свежих помидоров. Этот соус можно использовать для пасты и для пиццы. Для приготовления соуса нам понадобятся помидоры, базилик, соль и немного оливкового масла. Помидоры моем под проточной водой и разрезаем на несколько частей. Кастрюлю с нарезанными помидорами ставлю на огонь и готовлю несколько минут. Помидоры должны стать мягкими. Мы это делаем для того, чтобы легко отделить кожицу. Сейчас существует множество способов снятия кожицы с помидоров, но я готовлю, как меня научили. Готовые помидоры я перетираю на протирочной машине для овощей. На итальянском языке эта машина называется пасса вердоре. Семечки и кожицы остаются сверху, а в кастрюлю попадает только мякоть, из которой мы и будем готовить соус. Продолжительность приготовления соуса зависит от того, насколько помидоры водянистые. Одним словом, мы будем готовить соус до тех пор, пока лишняя влага не испарится. Готовить лучше всего на медленном огне. Солим по вкусу. При приготовлении оливковое масло в соус я сразу не добавляю. Его лучше добавить в конце приготовления, так же, как и базилик, за 2 минуты до отключения огня. Тогда соус получится ароматный и вкусный. Пришло время готовить пасту. Я очень люблю с этим легким томатным соусом пасту пенны, трубочки перья. Соус попадает внутрь пасты, и она как будто взрывается во рту, наполняя его вкусным соусом. Кипящую соленую воду опускаем в пасту. Время приготовления пасты обязательно смотрите на упаковке. Это очень важно. Пока у меня закипала вода, я успела приготовить польпетте альсугу. Фрикадельки в соусе. А фрикадельки у меня сегодня из кролика. Нежные такие получились. Готовую пасту отбрасываем на дуршлаг, даем стечь воде и отправляем пасту прямо в кастрюлю к соусу. Перемешиваем и раскладываем пасту по тарелкам. Сверху посыпаем тертым сыром пармезан. Только что закончились новогодние праздники, а уже в феврале в Италии будет карнавал. И на прилавках появились сладости, которые готовят только на этот праздник. После карнавала будет пост, а там и Пасха. Это фраппы, так называемый хворост. Его готовят только в дни карнавала. Фраппы готовят по-разному. Выпекают в духовке, жарят во фритюре. А готовые фраппы посыпают сахарной пудрой или поливают шоколадом. Как говорится, на любой вкус. Фраппы готовят пудрой! Во всех магазинах также продают карнавальные костюмы для детей. Дети в этих костюмах даже гуляют на улице. И в это время у каждого ребенка в руках мешочек с конфетти и серпантином. Мы с мужем всегда вместе делаем закупку продуктов. Он все складывает в корзину, а я убираю, понимая, что для нас двоих это много. Но он, как мужчина, хочет скупить весь магазин. В этом гастрономическом рае можно застрять надолго. Это оссобуко. Оссобуко буквально переводится как полая кость. Поскольку кость вместе с мозгом, блюдо получается очень вкусное. Оссобуко готовят с белым вином и овощами. Получается просто божественное блюдо и буквально тает во рту. Надо будет в ближайшее время купить и приготовить. И, конечно же, сниму для вас рецепт. Телячьи хвосты. Их я недавно готовила, и на канале есть рецепт. Из этих кусочков телятины готовят сальтимбокко, блюдо римской кухни. Сальтимбокко представляет собой тонкий шницель из телятины, сверху кусочек виолиной ветчины и лист шалфея, который придает особый аромат блюду. Если буквально перевести сальтимбокко, это будет прыгни в рот. Легкое в приготовлении и очень вкусное блюдо. Хотите рецепт? А мы сегодня купили полтушки барашка. Ребрышки я готовлю в духовке с картофелем, а из мяса ножки готовлю плов. Наше небольшое видео подошло к концу. Спасибо вам за лайки, комментарии и что делитесь видео с друзьями. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Буду делиться с вами рецептами итальянской кухни и будем вместе гулять по Риму. Хорошего вам дня и до новых видео, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!